Здраво! В Нижегородской области, в селе Завод, семья удаловых вернулась домой после небольшой поездки и не поверла своим глазам. Их встречала новая, гладенькая дорога, которую проложили за время их отсутствия. Всё бы ничего, да вот только дорога эта проходила сквозь их дом, в прямом смысле этого слова. Был на квартиру налёт? К нам заходил бегемот? Может быть был ураган? Значит взорвался вулкан? Нет, просто строили дорожку. Поломали дом немножко. Вместо доброй половины дома руины, перекошенный сруб. Пробираться внутрь крайне опасно. Власти разводят руками. То ли путаница с документами, говорят якобы земля принадлежит строительной компании, то ли дорожные карты, то ли сами удаловы, которые за своим жилищем не доглядели. Вы могли бы вовремя заявить протест. Планы висят в бюро планирования уже целый год. Планы висят? Да я нашёл их в подвале. Вы знаете, какие повреждения получит бульдозер, если проедет по вашему телу? Какие? Никаких вообще. И тем не менее семья удаловых решила жить прямо на проезжей части. В палатке. Мол, других вариантов нет. Да и, возможно, так власти быстрее примут меры. Пользователи сети возмущены халатностью. Такая реновация им не по душе. А что, если это не халатность, а стремление к прогрессу? Хочешь построить новое, снеси старое. Цена прогресса. А что? Вон, например, в китайском городе Чунцин поезд движется прямо сквозь жилой дом. И ничего, никто не жалуется. Просто нужно мыслить позитивнее. Гости могут парковаться прямо у вас в гостиной. Лишь бы ночной поход на кухню не окончился штрафом за пересечение двойной сплошной. До скорых встреч.